Здравствуйте, господа! Сегодня у нас научно-популярное видео. Сегодня будем экспериментировать вот с этим электровелосипедом. Велик этот может разгоняться до 100 километров в час, но у него очень нестабильная силовая установка. И до сих пор мы так и не выяснили, в чем тут проблема. В общем, идет рассинхрон двигателя. Если резко дать газ, то что-то у нас не вывозит. То ли регулятор, которых мы уже перепробовали большое количество, но они все были плюс-минус одного типа. То ли сам двигатель шизит и регулятор просто его отрубает, не дает ему там перегореть и прочее. В общем, все на защитах. В моем понимании регулятор должен работать так, чтобы давать максимально. Даже если двигатель упирается, чтобы регулятор просто сжигал двигатель, но пытался его раскрутить. И у меня были такие регуляторы. Вот в этом самолете регуль уже пережил три двигателя. Один раз прямо отгорели провода и полностью сгорел двигатель. Все это дело коротило. Регуль нагрелся адски, но тем не менее он выжил. И он запускает абсолютно любые моторы с любым КВ и все прекрасно работает. Вот поэтому у меня закралась мысль, а что если сюда купить такой же регулятор и попробовать? Проблема в том, что они здесь довольно-таки мощные и стоят очень дорого. Но я таки подкопил деньжат и приобрел вот этого красавца топовой фирмы Хобби Винг. Сейчас я вам покажу, как он запакован. И мне что-то подсказывает, что ваш айфон гораздо хуже запакован, чем этот регулятор. Хотя это просто коробочка с радиодеталями. Но зато это самый топ. Я конечно когда в первый раз увидел, немножко удивился, мягко говоря, от качества этой упаковки. Итак, смотрим, ребята. Сверху чехол из очень качественной бумаги. Снимаем его. Внизу нас ожидает коробка. Она разделяется на две части. Встречают надписи всякие разные интересные. Здесь есть язычок. Открываем, видим регулятор лежит. Вот он собственно какой. Надеюсь, сегодня мы рассинхрон победим раз и навсегда. Но это еще не все. Упаковка нас не перестает удивлять. Продолжаем рассматривать. Здесь же еще есть один отсек с язычком. Внутри лежит конверт. И это отдельная коробка. Смотрим, что в конверте. В конверте различные проводки, инструкция и аксессуары. Кстати, этот регулятор с вентилятором. Нужно его будет установить. Дабы не перегревался. Ну как вам, друзья? Как вам такая упаковка китайской ерунды? Казалось бы, да? Обычно такие штуки приходят просто в таком вот простеньком пакетике. Но тут ребята решили не то что удивить, а просто поразить наповал. Я не знаю, сколько я переплатил за всю эту бумагу, которая явно не дешевая и явно не хуже, чем айфон упакован, а может даже и получше. Ну как-то так, надеюсь не более двух штук я переплатил за это. Но я это буду помнить всю жизнь, ребята. Потому что событие запоминающееся. Он на 14s и на 200 ампер. Если все это помножить, получается на 12 киловатт. По своему опыту скажу, что 100 процентов он будет выдерживать эти показатели. Потому что все время есть запас у Хобби Винга. Чтобы вы понимали, регули на 80 ампер, 120 тоже выдерживают. Кратковременно, но выдерживают. Ну а долговременно я не пользовался, потому что быстрее батарейки садятся. Ссылку именно на этот регулятор и на этого продавца я оставлю в описании под видео. Ну а вы, ребята, досмотрите до конца, чтобы понимать, работает он в таких жестких условиях или нет. Ну честно говоря, мне кажется, мотор попался бракованный. Потому что ни с какими регуляторами он не хочет работать. Я три пробовал. Так, ну все, ребята, поставил новый регулятор. Вот он, красавчик, за место этой гигантской бандуры с конденсаторами. Видите, даже тюнинговали конденсаторами. Здесь огромная подборка мощных кондеров, но все равно это не помогло. Сейчас пытаюсь подогреть аккумуляторы. Сначала нагрел алюминиевую болванку и вот они лежат под одеялом, греются. Эта процедура для того, чтобы повысить мощность. Потому что если они даже вот плюс 5, плюс 7, уже не очень мощные, нужно подогреть до 20, а лучше до 30 градусов, чтобы они отдавали максимальную мощность. Все, сейчас греем, ставим и будем стартовать. Ну что ж, мы готовы сделать первое испытание. Коннектим. Вроде пищит и адски пищит. Ну что, попробуем поддать газу. Да ты что, пробую сопротивляться. Но он не выключается, ты знаешь, я на всю дал. Ну да, нет срывов никаких. Дымок пошел, даже резиной завоняло паленой. Сейчас попробую измерить начальный ток на проводах. У меня есть специальный измеритель теста, который может измерять именно постоянный ток. Токовые клещи. 70 даже помогло. До 70 стреляло. Отлично. Регуль холодный. Поехали пробовать. Холодно, конечно. Раз, отдал и пошел. Мне кажется, даже только жрать меньше будет. Ночью это, конечно, все было хорошо. Но давайте заново попробуем днем протестить получше. Плавно трогается. Поеду попробую прокатиться чуть по гаражам. Как оно? Плавно трогается. Поеду douche-плав mote! Катур ass gard bons? И ян achievements! Прос cumplим. У eyelёровка. Уchas кросят бани подкрой. Какой-то лопровод, ай, грязь, скользко. Глаза слезятся. На велике в такую погоду только и ездить. Самое лучшее. Ребята, жесть полная, полная вообще жесть. Ездить можно, круто. Давайте собаку догоним. Вообще, слушай, я на всю выкручивал и он не срывается. Интересно, что за скорость, ну как ощущения вообще? Глаза чуть не вытекли, холодно, надо очки какие-то одевать. Я вот там на длинной дистанции развил такую бешеную скорость. Там ямки, оно не позволяет, но я не знаю сколько. Попробуем еще на рекорд по гаражам именно. Рекорд гаражей, да. По грязи, правда, по этой. Какая трясучка, собаки в шоке. Трясучка жесткая, ребята. Куда так гнать? Кривая дорога, я чуть с седла не выскочил. А собаки в шоке даже не кидаются, они никого не видели никогда. Вообще-то они на велике прыгают все время. Но не в этом случае было. Ну что ж, погнали еще разочек. Камеру повыше. Ну жестоко это очень, я тебе так скажу. Все, я больше не хочу. Я там чуть не выскочил с седла. Ну вот такие получились испытания, ребята. Все-таки хороший, современный, мощный регулятор оборотов решает проблемы. Правда не на сто процентов, потому что у него нет привязки к оборотам двигателя. И все равно, если с малого газа резко на всю дать, все равно идет рассинхрон. Но если более-менее плавно все это делать и если хотя бы с пол газа давать на всю ему, то он вообще спокойно разгоняется. Спокойно, это конечно мягко сказал. Очень жестко он разгоняется. Все-таки велик имеет двигатель в 15 киловатт. Так же такие дела. Кому интересно посмотреть, сколько денег я отдал за регулятор, оставлю ссылку в описании. Ну а у меня на этом все. Кому было полезно, интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!